Танец Он родился в 73-м в Хасайюрте в семье начальника цеха мебельной фабрики Гаджи и домохозяйки Нуба. Второй по счету ребенок с детства был активным, с творческим потенциалом, любознательным. Еще в школе Назир серьезно увлекается танцами, и несмотря на отсутствие поддержки со стороны родителей, после окончания учебы он устраивается в ансамбль «Молодость» Дагестана. Спустя год служба в армии на Украине. Самое смешное, что меня привел в танцы отец моего ученика. Он тоже танцовал в молодости, солистом в ансамбле был. Сейчас у него детский коллектив на Валаке. Ну а вот как появилась эта тяга к танцам? Почему не к песне? Как таковой тяги не было. Увидел, провел, увидел, посмотрел, понравилось. Засомневался, что у меня получится. Меня убедили, что получится. А сколько лет было? Мне было 16 лет. 16 лет, так просто. То есть не как вот дети, это такой юный возраст, нет? Кто был вашим первым хореографом? Первый хореограф мой, в любом случае, Мадина Ахмедовна, наш руководитель Молодости Дагестана. Ага, повод она показала первой. Она была и первым хореографом моим, и первым, последним художественным руководителем моим. Тяжело ли было начинать? Откуда брались силы и уверенно, что получится? Не знаю, откуда брались силы, но было очень тяжело, конечно. Очень. Вообще, Лизгенко сложный танец? Или это у нас в крови? Это у нас в крови в любом случае. Например, другому будет сложнее, чем нам. Так же, как нам, сложнее будет танцевать, например, испанский или какой-то другой танец. Но в крови в любом случае заложено, в генах. Самый любимый из всех танцев, который хотелось бы выделить? Самый любимый. Любимых много. Смотря что. Фольклор, Фольклор и Гор у нас был очень хороший танец. Нравится постановка Ахольга у нас. На всю жизнь, честно говоря, запомнилось. Родные поддерживали? И поддерживает? Мать, отец всегда были против. Категорически. Потом уже, как сказать, смирились. Ну, где вы выступали, а не мама, например, приходила? Ни разу не смотрела? Ни мать, ни отец они ни разу не видели. Да, честно сказать. Ни разу не видели ни по телевизору, ни так на концерте. Нет. Ну, вы все равно задались целью танца. Ну, да. А как пришли к тому, чтобы передать свой опыт, свои знания детям? Подвели к этому. Попросили порепетировать после месяца, два, три, ну, максимум четыре. Прошел месяц, два, три, четыре, полгода, год. И сколько уже? Уже шестой год. Работа с детьми очень серьезная и ответственная. По признанию педагога, у каждого из учеников есть способности и его задача, как хореографа, развить их, а может быть, открыть талант. Я, как педагог, говорит Назир, всегда ставлю перед собой цель увидеть, разглядеть, не пропустить в ребенке все лучшее, что в нем есть, и дать импульс к самосовершенствованию через развитие творчества. Научить их понимание того, к чему мы вместе стремимся. А стремимся мы правильно и красиво танцевать. Для этого достижения необходимо приложить к максимуму усилия. Кого-то из своих учеников могли бы выделить? Из настоящих или прошлых, которые были? Можно и прошлых вспомнить. Прошлых. Думаю, будет им приятно. Прошлый состав у меня был, конечно, шикарный. Там, я не знаю даже... Кого отметить, да? Да, все были идеальные. Ну, прошлый состав вы, наверное, видели. Половина из них в Эхогор, остальная половина в молодости. То есть продолжили, да? Да, они продолжили. Но вот эти дети тоже планируют в дальнейшем? Эти дети тоже, я надеюсь, что в дальнейшем пойдут. Есть перспективы у 5-6 мальчиков, девочек, что в ближайшее время они попадут. Ну, все зависит, конечно, с ростом. Сложно ли с детьми вообще работать? С детьми, с ростами намного легче, конечно. Но дети более благодарные. А не обижаются ли, когда вот... Бывают же наверняка моменты в процессе, когда вот срываешься. Бывают, срываюсь, еще что-то. В том-то и дело, я поэтому говорю, дети, они очень благодарные. Они когда видят, что на нервах, они сами подходят, обняли, раз, 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 зажали, все. Растаял. Ну, вот они нам открыли маленький секрет, все свои тайны, они вам доверяют. Да. Вот чем вы их так подкупили? Не знаю. Любят они вас, да, вот, действительно? Не знаю. Ругать, ругаю. Хвалить. С родителями как вот общаетесь? Родители. Ну, с родителями. Понимали вы, они общаются? Или приходили отпускать детей на выход? Отпускают, без проблем отпускают. Было первое время, у нас, конечно, были проблемы, да, не отпускали, там, переживали, там, хотели с нами поехать. После первой же поездки, уже сами решили, они там не нужны. То есть полностью своих детей не доверяют? Без проблем. Хотелось бы сказать спасибо родителям за их терпение, за понимание. У нас были ремонты, мы не работали в полгода, дети неопределенные были. Ну, родители поняли, мы занимались частым в спортзале, и так, и так. Родители понимали, возили на репетиции, поддерживали. Родитель один вообще нам дал спортзал частный. Ну, благодаря таким родителям танцы будут дальше тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Каждый ребенок – это индивидуум. Это неизведанный мир, и порой взрослым очень сложно найти общий язык со своим чаром. На мой взгляд, только искренняя любовь к детям поможет найти путь к сердцу каждого ребенка. Назиру это удалось. Какой коллектив вы представляете? Детский хореографический ансамбль «Радуга». Так, ну вот сколько вам лет в среднем? Где-то 12-13 лет. 12-13 лет, да? Ну и как зовут вашего хореографа? Надежная девочка. Что вы о нем знаете? Какие-то звания? Он новый мотивный. Да. Он засуну на артист Дагестана и Чечни. Ага, так, какой он? Вот во время репетита. Добрый, позитивный. Вот он сказал, что вы наверняка сказали, что он очень строгий. Нет, он сейчас делает. Он наговаривает на себя, да? Да, да. Ну вот всех он вас по именам знает, да? Да. Сколько времени вы уже с ним репетируете? 4 года. 4 года. 6 лет. Да, по-разному, да. Другие годы. Бывают моменты, когда вот вам хочется просто бросить все и уйти? Нет. Ни разу не было? Нет. Вот как бы он там не возмущался, не включал, у вас нет желания уйти, да? Нет, конечно, он всегда на нас возмущается. Вот вы и закончите, да, получите, у вас свидетельство, да, по-моему, диплома об окончании. Кто-нибудь планирует пойти и поступить дальше заниматься медитацией? Да, да. То есть вы все планируете, да? Что бы вы хотели сказать вашему хореографу? Вот несколько слов. Что-то пожелать. С ним и здоровьем заниматься. Долгой жизнью и счастьем. Чтобы у него на нас побольше нерв было. Терпение. Спасибо! Каждая новая постановка этого хореографа, идеально отточенные движения танцоров, это кропотливый, тяжкий труд и многочасовые репетиции. Но, несмотря на трудности, усталости, травмы, эти дети не сдаются. Оно и понятно, с таким педагогом, более того, другом, любая проблема решаема. Сурхаев Назир Гаджевич преподает в данной школе 7 лет. Со мной он работает уже 3 года, 4 год. Очень отзывчивый, очень такой талантливый, требовательный хореограф. Я скажу одно, дети к нему относятся так лучше, чем родители. Все секреты, которые родители не видят, они видят на зерю. Он не хочет улыбаться, радоваться, не дает грустить им. Какие бы у него замечания ни были, они воспринимают, воспринимают очень даже с положительной стороны. Наоборот, радуются дети, когда они чуть волос поднимаются. Так, вот смотря каникулы, сейчас у нас идут, он на это не смотрит, проводит недели, раздает самую репетицию, заняты с детьми, постоянно связи с нами, какие бы мероприятия в районе не были, республики не были, ансамбль в любое время готова выступить, репетируемся. Все работаем. Как говорят, репетиция по коренному отучению. Работаем. Хореография имеет большое значение в жизни заслуженного артиста Дагестана Ингушетии Назира Сурхаева. Танцам он отдал большую часть своей жизни. Здесь, в ансамбле, встретил свою будущую супругу Наиду, также выступавшую в молодости Дагестана. С гастролями они побывали в Азербайджане, Белоруссии, США, объездили всю Европу, и везде наших артистов встречали бурными овациями. По стопам отца уже пошел старший сыновей Мухаммад. Ему 10 лет, и он уже выступает в ансамбле «Радуга». Младшему Гаджи 5 лет, и он старается не отставать от брата. И кто знает, возможно, уже в ближайшем будущем Сурхаевы-младшие пополнят ряды солистов ансамбля молодости Дагестана. А вы когда-нибудь задумывались, что такое танец? Ведь это не просто движение под музыку. Танец – это целое искусство. Для Назира Сурхаева танец – это не просто профессия. Для него танец – это... Танец – это образ жизни.